МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современное самарское казачество является социально-этнической группой, в которую входят представители разных народов. Само существование и успешная деятельность казачества в конце 20-го, начале 21-го века показывает результаты политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов Самарской области и в Российской Федерации. Самарские казаки имеют богатую многовековую историю. Самарский край являлся одним из основных районов формирования волжского казачества. Имеются достоверные сведения, что в устьях рек Самары и Ергиза на Самарской Луке располагались становища казаков. Широко известны предания об использовании казаками переволок между реками Волга и Усой, о засадах, крепостях и даже спрятанных кладах в Жигулевских горах. С Самарской Лукоей связаны имена казачьих атаманов Ермака Тимофеевича, Ивана Кольцова, Богдана Барбоши, Матвея Мещеряка. Ассамблеи народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством проводят уже шестой год подряд. Ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы казаки» в этом году посвященный 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и по Волжье. 30-летие той деятельности, которую ведут неравнодушные люди по сохранению казачьей культуры. Казачья культура – это не только песня, не только танцы, это не только огромное количество хореографических и вокальных ансамблей, которые функционируют не только на территории городского округа Самара, но и на территории Самарской области. Это в первую очередь тот дух, дух идентичности, российской идентичности, объединяющий народы в рамках государственности Российской Федерации. Это праздник сотрудничества и добрососедства народов России. Слава Богу, что мы казаки. Казачество – это совершенно уникальные люди, это русская, славянская история, неповторимая часть славянского этноса Самары, Самарской области и по Волжье. Быть овеяны славой наших предков, которые утвердили и расшили границы государства, были элитным сословием. Сейчас, конечно, это немного другая социальная общность, но жить интересно, весело, качественно, чувствовать, что ты полезен для государства, для окружающих, можешь на этом выделиться с хорошей точки зрения и жить, по возможности, долго и счастливо. Это, я считаю, большое счастье, и это как бы неспослано свыше нам. Организаторами мероприятий выступили Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация Ассамблеи народов Самарской области и Самарская казачья общественно-региональная организация Самарское казачье землячество. Казаки демонстрируют нам пример братства, единения, объединения вокруг одной цели. Ведь казачество – это единство цели служения государству. Это объединение для того, чтобы делать одно большое общее дело, где личное каждого человека сливается в одно большое общее. Именно этот пример – консолидация усилий. Мы видим в казачьем обществе. Казаки – это воля. Наш ансамбль называется «Казацкая воля». И казаки есть украинские, есть русские, русские, есть российские, соответственно, там и волжские, и уральские, и сибирские, и донские, и кубанские. Но все это всегда воля. А что для вас воля, что для вас казачество? Воля для меня – это сила духа, это удаль, это песня, это свобода. Все гости праздника встречали звуки духового оркестра детской школы искусств номер 14 с города Самара, расположившегося в фойе Дома культуры. Мы с казаками работаем уже 10 лет. У нас в школе очень много казаков. Сейчас вот после указа президента о создании молодежных групп у нас уже 15 человек, которые вступают в казачество. Дело в том, что создавалась наша станица Северная почетным атаманом Боковым Виктором Васильевичем. Она создавалась не только как патриотическое воспитание для молодежи и подростков, но и еще как эстетическое направление. И в нашей школе очень много коллективов, которые занимаются именно этой работой. У нас два коллектива детских, потешки малышей и взрослый детский коллектив, родничок, они поют очень много репертуара, казачьего. Какое вы имеете отношение к казачеству? Я состою в волжском казачьем войске, являюсь сотником уже где-то с 2010 года в волжском казачестве. Да, казачьи песни и пляски всегда мне нравились, поэтому это послужило стимулом вступить в ряды волжского казачьего войска и помогать и казачеству, и нашей России воспитывать детям чувство патриотизма, и вот эту культуру как бы размножать, петь и плясовые песни, и патриотические обучать этому детей. Здесь же можно было увидеть и обрести атрибуты настоящего казака – нагайки, головные уборы, одежду. А выставка архивных фотографий рассказывала об истории казачьего возрождения в Самаре. За время возникновения и становления казачества в Самаре, начиная с 90-го года, если взять даже на фотографии, 92-й год, вот, например, это первый бал, бал, не дискотеку, а бал, казачий бал был организован нашей казачьей организацией, самарским казачьим земляничеством, во дворце, во фойе театра оперы и балета. И с нашего именно бала, потом был по культурному наследию бал маскарадный, который мы же, казаки, устраивали в Доме офицеров. С этого момента балы в Самаре-то пошли. Председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области Юрий Еругин рассказал об основных вехах славной истории волжского казачества, о возрождении казачества в Самарской области и по Волжье в последние десятилетия 20-го века. Среди казаков есть три категории. Это люди, которые не стоят в организациях, но имеют предки казаков. По оценкам от 5 до 15 миллионов таких на территории Российской Федерации. Есть реестровые организации, такие как Волжское войсковое казачье общество и другие на территории России, которые взяли на себя обязательства понесения службы. Но, может быть, пока государство небольшие объемы дает для несения реальной службы. Есть общественные организации, которые, например, я возглавляю Самарское казачье земляничество. И вот задача сейчас поставлена в недавно принятой летом стратегии развития российского казачьего, тогда 30-го года, объединить усилия реестровых, нереестровых казачьих объединений, чтобы, соответственно, потом мы уже помогали нашему государству. Сегодня Волжское войсковое казачье общество, действующее на территории семи субъектов Поволжского федерального округа и другие казачьи объединения нашего региона, вносят достойный вклад в укрепление дружбы всех народов, проживающих в Российской Федерации. Культура каждого народа, естественно, уникальна. На Самарской земле испокон веков проживали в мире и дружбе многие народы. Это и башкиры, татары, русские, чуваши, мордва, казаки. И каждый народ привносит свою лепту в тот культурный котел, в котором переплавляется то, что и называется культурной жизнью многонациональной Самары. С приветственными словами к участникам праздника обратился Дмитрий Долганов, заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешней связи аппарата администрации городского округа Самара. Позвольте поприветствовать вас на этом замечательном празднике. Ведь три десятка лет неравнодушные люди посвящают всех себя сохранению казачьей культуры, сохранению традиций на Самарской земле. И сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Это мероприятие – еще один прекрасный повод встретиться с казаками-ветеранами, обсудить назревший вопрос и пути развития организации. Показать, что мы есть, что мы существуем, обменяться каким-то опытом работы, пообщаться, отдохнуть. Кто-то танцует во время игры Духового оркестра, кто-то смотрит новых исполнителей, кто-то обменивается опытом методической работы, устанавливает деловые контакты с казаками-фермерами. Поэтому это своеобразный клуб ежегодный, на который у нас с большой радостью приходят люди. Мы будем стараться и с помощью вашей телекомпании пропагандировать наши достижения и, может быть, как-то уже выходить в интернет-эфир. 30 лет назад в тогдашнем Куйбышеве проходил первый учредительный круг, который послужил началом возрождения Волжского войска. В нем приняли участие 14 человек. На нем был избран первым атаманом самарского казачьего землячества, потомственный уральский казак Борис Гусев. Самарское казачье землячество после созданного летом в 1990 году в Москве «Союзок казаков России» – одна из первых казачьих организаций России, а также первая созданная и зарегистрированная организация казаков города Самара, тогда Куйбышева, Самарской области и всего Приволжского федерального округа. После этого появились казачьи организации в Тольятти, Сызране, Кенеле, Чапаевске, Саратове, Пейзе, Уфеи, Жевске и других населенных пунктах Приволжского федерального округа. Казачество – это в первую очередь патриотизм, воспитание патриотических начал, воспитание молодого поколения. И наша казачья организация, ведь мы взаимодействуем с большим количеством некоммерческих объединений, которые занимаются сохранением казачьей культуры. И красной нитью через все эти мероприятия проходит патриотическое начало. Продолжением работы по возрождению казачества в регионе стало создание в 1993 году Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Волжское казачье войско». А в 1996 году было создано Волжское войсковое казачье общество. Сегодня Волжское войсковое казачье общество и все другие казачьи объединения нашего региона выносят немалый вклад в укрепление дружбы между народами, патриотическое воспитание молодежи, а также в дело сохранения и популяризации уникальной казачьей культуры и традиций. Казачья культура, казачьи песни и танцы, они востребованы у населения. Это один из стержней нашей российской и конкретно русской культуры. Особое значение воспитание молодежи имеет кадетское движение. И главное достижение – это открытие в 2016 году в Самаре казачьего кадетского корпуса. Обучение в казачьих кадетских классах – это укрепление духа и тела. Обретение правильных нравственных ориентиров – многие ребята получают здесь путевку в жизнь, обретают профессию. Выявление большого количества кадетских классов, самарского казачьего кадетского корпуса – это говорит о том, что форма, когда казаки готовили в специализированных учебных заведениях свое потомство, она продолжается, ну, может быть, немного доизмененной формы по сравнению с периодом 1917 года. Но это тоже сейчас осуществляется и распространяется все больше и больше. С тех пор и до настоящего времени деятельность казаков, волжского, войскового, казачьего общества развивается. Казаки оказывают содействие органам власти в решении региональных государственных задач, военно-патриотическом воспитании молодежи, занимаются культурно-творческой деятельностью, ведется непрерывная работа по сохранению культуры, обычаев и традиций казачества. Православная вера, патриотизм и жертвенная готовность встать на защиту Отечества – все это в казачестве передавалось из поколения в поколение. Несмотря на жесточайшие репрессии, казачий дух остался непоколебимым. Многие жители Поволжья осознают себя потомками казачьих родов и легендарных казачьих атаманов. Мои прапрадеды именно служили в России на Тереке. То есть Терек – это река в Чечне. Моим родным пришлось уехать оттуда, где они проживали обычно, своих родовых. Ну, не имени, а свой мест. И переселиться в Самару. Предпоследний дед, он был в казачестве Оренбургского войска, службу несли при полисмейстерстве, что ли, вот так вот. Ну, казаки помогали полиции в свое время до революции. Каждый народ по-своему особенный, в том числе и казачество. О двух словах это не скажешь, это этим нужно жить, это нужно прочувствовать. Казачество для меня – это жизнь. Что такое казак? Это состояние духа, образ мышления и норма жизни. Поэтому, как бы это частичка жизни, поэтому пришел наш праздник. Мои корни уходят на Дон. Мой отец был донской казак. Вы понимаете, какой-то был период, когда про казачество забыли, как-то вот игнорировали это направление. Сейчас оно возродилось, и очень многие люди оказывают большую связь имели с казачеством. Женская доля здесь большая. Во-первых, она домохранительница. Во-вторых, она помогала казаку в тот момент, когда он уходил на войну, содержала дом, воспитывала детей. И вот это большая заслуга женская. Помимо всего, женщины-казачки умели обращаться с оружием. И вперед в горячую избу войдет, и коня на скаку остановит. Так что вот это все, я думаю, к нашим казачкам имеет прямое отношение. Многовековая история казачества Самарского края – это весомый вклад казаков в становление и всестороннее развитие территории Поволжья. Сейчас уже современные казачьи организации также по мере возможности стараются участвовать в развитии Самарской и соседних областей, прежде всего, в социально и в культурном направлениях. Опыт их общественных инициатив и практической деятельности оказывает заметное влияние на укрепление духовно-культурного единства областных сообществ.